Восстановить свою боеспособность без помощи Запада украинская армия уже не сможет. Это итог бездарной операции в Дебальцево. Такое заявление сделал сегодня глава ДНР Александр Захарченко. Сегодня он дал первую пресс-конференцию после ранения. С подробностями наш военный корреспондент Евгений Подубный. Стоит сказать, что сегодня впервые после полученного ранения глава ДНР Александр Захарченко сделал ряд важных заявлений. Сделал он их прямо в больнице, где сейчас проходит курс лечения. В частности, рассказал о подробностях своего ранения. Я напомню, что Александр Захарченко получил пулевое ранение. Пуля калибра 7,62, значит, стрелял снайпер в населенном пункте Дебальцево, когда находился на передовых позициях ополчения. В тот момент, когда украинские военные пытались организовать прорыв позиций для того, чтобы выйти из окружения. Вы думали, что вы меня ранили, потому что шутили. Теперь видим, что пулевое в новом. Да тут уже говорили и оскорбочные отмины. Пулевое. Снайпер. Все-таки снайпер? Ничего себе. Также Александр Захарченко заявил, что украинские силыки могли избежать больших потерь в районе Дебальцевского окружения, если бы пошли на приговоры с ДНР. Ополченцы ДНР неоднократно предполагали украинским силовикам сложить оружие и без боя покинуть Дебальцевский котел. Но на эти предложения украинские военные отвечали отказом. Также глава ДНР впервые огласил цифру потерь украинских военных за все время в районе Дебальцевского котла. К сожалению, украинские власти не приняли слова разума в своем сердце. Потери нами оценивается около 3-3,5 тысяч убитыми. В ближайшие дни начнем отдавать трупы украинских военнослужащих. Очень много мест захоронений, к сожалению, которых мы не знаем, но они потихоньку выясняются. Те места захоронений, которые мы захоронили уже в ведении этих боев, мы тоже покажем. Пускай Украина забирает своих убитых. В ходе этого интервью также стало понятно, как относится Александр Захарченко, глава ДНР, к призывам официального Киева ввести миротворческий контингент на территорию Украины и Луганской и ДНР. Вы знаете, Украина как государство может обращаться куда угодно и кому угодно, в ведении каких угодно сил миротворческих, полицейских, европейских и все остальное. На своей территории, которую она считает своей, она может это делать, мы запретить ей не можем. Границу, которую мы контролируем, как контролировали, так и будем контролировать. Но если говорить о ситуации в целом, то по словам официальных лиц ДНР, режим прекращения огня в целом соблюдается на линии противостояния, хотя начали вновь звучать взрывы реактивных и артиллерийских снарядов в районе Донецкого аэропорта, а также в Киевском районе города. Евгений Поддубный, Рубен Миробов, Владимир Селеменев и Станислав Еловский. Вести. Донецк.